Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотела бы представить вам результаты работы нашей научной группы по разрезу Куликова. Этот разрез расположен в северной части Самбийского полуострова на территории Калининградской области, и его отложения вскрываются в уступе абразионного берега Балтийского моря. Если мы с вами обратимся к палеогеографической реконструкции юго-восточной Прибалтики на 14,5 тысяч лет назад, мы увидим, что этот разрез, как мы предполагаем, располагался приблизительно на берегу Балтийского ледникового озера, окаймляющего скандинавский ледник. И, видимо, в этом месте существовал некий достаточно неглубокий водоем, мощный скрывающихся в разрезе отложений составляет 2 метра. Соответственно, время их накопления – это примерно поздний плестоцен. И это очень интересный палеоархив, поскольку отложения неглубоких водоемов, они будут более… и палеогеографическая информация в них записана, она будет быстрее реагировать на климатические изменения. Соответственно, мы хотели реконструировать смену условий осадка накопления в этом палео водоеме. Но, в общем, предполагать можно все, что угодно, но надо всегда себя проверять. Для того, чтобы оценить время осадка накопления, было проведено радиоуглеродное датирование серии из пяти дат, и была построена глубиновозрастная модель. Соответственно, получается, что время накопления отложений этого разреза охватывает период примерно с 14 тысяч 100 лет назад до 12 тысяч 800 лет назад. Но в этом докладе я сосредоточусь на нижней части разреза, которая накопилась, соответственно, с 14 тысяч 100 лет назад примерно по 13 тысяч 400 лет назад. Для этого глубинного интервала был выполнен комплексно-литологический анализ с помощью метода лазерной гранулометрии. Был определен гранулометрический состав. Здесь вы видите розовой кривой показан медианный размер частиц, его изменения по глубине. А вот на этой диаграмме мы видим, что в целом по всем глубинам у нас доминирует фракция оливрита от 4 до 60 микрон, но тем не менее выделяется некий прослой, вот самый нижний, например, когда у нас существенно увеличивается доля песка. Ну и также верхней части, в общем, песчаной фракции тоже есть, пусть ее немного, и доля глинистой тоже увеличивается примерно до 30%. Также были рассчитаны на содержание органического вещества и содержание карбонатов методом потерь при прокаливании. И при анализе этих кривых мы видим такой достаточно интересный ход, поскольку у нас есть некие такие на очень небольшую глубину, в очень таких маломощных прослоях, там буквально мощностью до 1-1,5 см резкие увеличения как органики, так и карбонатов. То есть это говорит о том, что как-то очень резко и достаточно сильно менялись условия осадка накопления. Ну вот, например, магнитная восприимчивость подобной такой существенной изменчивости не демонстрирует. И для этого интервала разреза был выполнен также диатомовый анализ, и мы видим, что, например, нижние 10 см, они, ну, можно сказать, пустые. То есть здесь есть только единичные находки, и как-то анализировать это не получается. Тем не менее, вот примерно на глубине 182 см у нас створок достаточно, их концентрация составляет более миллиона створок на грамм, есть только один прям так хорошо представленный вид псевдосторозергоевстрята, остальные виды представлены на существенно меньше. На самом деле видовое разнообразие несколько больше, просто я для удобства на диаграмму вынесла только те виды, доля которых составляет более 5%. Соответственно, далее у нас опять образуется некая пустая диатомовая зона, и уже примерно со 177 до верхней части изученного интервала, 142 см по глубине, у нас диатомии достаточно для анализа, хотя выделяются три диатомовые зоны, где их концентрация очень невелика, и две диатомовые зоны, где их концентрация существенно возрастает, там вплоть до 6 миллионов створок на грамм осадка. При этом мы видим, что по всем глубинам доминируют виды обрастателей, планктонные виды практически не представлены, это были только единичные створки, соответственно, мы можем говорить об условиях очень муховодного водоема, и вот здесь представлены некоторые из наиболее многочисленных идентифицированных видов, надо сказать, что наиболее многочисленные виды сравнительно небольшого размера, вот как раз всех бюроистриата, створозировата, но вот есть интервал, в котором напротив доминирует такая достаточно крупная створка геросигма атонуатома, не створка, вид, прошу прощения. И если группировать по системе голобов, идентифицированные виды, и в зависимости от их предпочтений по трофическому статусу водоема, мы увидим, что, как предполагалось, водоем всегда был пресным, хотя, по-видимому, были некоторые изменения в степени его минерализации. Но вот его трофический статус все-таки менялся, то есть был какой-то, по-видимому, кратковременный эпизод, когда у нас был водоем с довольно высокой минерализацией и высокой степенью эфтрофированности, затем степень эфтрофикации снизилась, минерализация также снизилась, ну и были также этапы повышения эфтрофикации и повышения минерализации. В общем, что-то происходило, и, соответственно, эфтрофический статус водоема менялся. Но есть два пробела, вот, и очень интересно, очень хочется понять, что же в это время происходило, но диатомовые нам к сожалению, об этом сказать не могут. Но нам повезло, потому что с нами работают коллеги-специалисты по другим методам, и вот если мы обратимся к спорово-пальцевой диаграмме, для нас именно для реконструкции условий в палео-удоеме будут, конечно, наиболее информативные пальцеводных растений, зеленые водоросли и споры таких прибрежных растений, поскольку они нам дают изменения условий именно в этом водоеме, поскольку они, в отличие от, например, древесной растительности, не дают регионального сигнала, они дают локальный сигнал. И также был выполнен анализ зоогенных остатков, кладоцер, астропот и спипл-вубок, и вот было рассчитано изменение их соотношения по глубине. И, кроме того, были найдены раковины моллюсков, ну вот все, что было найдено, оно также пресноводное. Соответственно, если мы соберем все, что у нас есть, то мы можем попытаться понять, как менялись условия садков и накоплений, выделить некие этапы их изменений. Соответственно, первый этап, который продолжался с 14100 до 13900 лет назад, он, к сожалению, очень беден информации. Но что мы можем сказать? Мы можем сказать, что это этап сравнительно такого динамичного садка накоплений, потому что все-таки такой существенный привнос песка есть. Мы можем сказать, что у нас растет содержание органического вещества, вот, к сожалению, информации по растительности практически нет. Но как раз к этому интервалу относятся находки раковин пресноводных моллюсков. То есть, видимо, это как что-то влажное, возможно, подверженное процессу заболачивания, о чем говорит вот это увеличение органического вещества. И по времени вот эта граница у нас относится с границей среднего древеса или льода, так что, возможно, как раз увеличение органического вещества связано просто с утеплением. Соответственно, следующий этап с 13900 до 13870 лет назад, это этап такого достаточно сильно минерализованного и втрохтного водоема с такой достаточно большой концентрацией створок диатомей, уже довольно широко представлены зеленые водоросли. И мы видим, например, что спеклугубок очень мало. Это может быть свидетельством таких достаточно застоенных условий. Далее следующий этап с 13870 лет назад по 13830 лет назад. Створок у нас опять мало. Содержание органического вещества уменьшается примерно до 20%. Условия довольно спокойные, при этом водоросли себя чувствуют достаточно хорошо. Но, к сожалению, зоогенных остатков нет, поэтому про это мы ничего не можем сказать. То есть, видимо, как-то продуктивность, видимо, все-таки немножечко понижается. Далее. С 13830 лет назад по 13750 лет назад. Здесь у нас, судя по диатомеям, это такие мезотропные и втрохные условия, минерализация снижена, немножечко увеличивается содержание карбонатов. И также отмечаются пики содержания сфагнума. То есть, прошу прощения, возможно, это связано с интенсификацией заболачивания. Следующий этап с 13750 по 13700 лет назад. Мы замечаем очень мало содержания губок. То есть, соответственно, если на предыдущем этапе, я это пропустила, увеличение содержания губок может быть связано с некоторым увеличением проточности, то вот на этом этапе проточность уже должна снизиться. И это совпадает с увеличением степени эфтероприкации водоема. Еще один этап с 13700 по 13640 лет назад. По-видимому, у нас происходит переход от такого более эфтеропного к книзотропному эфтеропному статусу. И концентрация диатомея на этом этапе и двух предпоследних, они очень низкие. То есть, по-видимому, условия для них не супер-глубоприятные, хотя, например, зеленые водоросли достаточно хорошо себя чувствуют. И два последних этапа. Один из них с 13640 по 13530 лет назад. Этап увеличения проточности, о чем говорит очень сильное увеличение содержания спику губок. У нас существенно снижается минерализация. Суть по диатомеям статус эфтеропный и эфтеропный. И очень сильно увеличивается биопопективность диатомии, поскольку их концентрация достигает пиковых значений по всему интервалу до 6 миллионов створок на грамм осадки. И заключительный из озвученных этапов. Он начался 13430 лет назад, закончился 13460 лет назад. Также этап с высокой проточностью. Но, возможно, немножко увеличивается степень эфтерификации. Об этом говорит и смещение экологических групп диатомей, и увеличение, например, сфагнума и пыльцы хвощей. И, соответственно, мы пока... Главное, что мы можем понять, что биота в этом водоеме и его гидрологический режим менялись достаточно существенно, и этапы этих изменений, они были очень непродолжительны всего несколько десятилетий. Ну и, видимо, это было таким ответом на климатические колебания, которые происходили в Премен-Дрюсе и Первый калийный лет. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда. Какие вопросы к Нью-Йорнину? Пожалуйста. Вопрос первый. Ваши сказки на мерзетном заслайде вообще, в том числе, в подрежности ваших вопросов. Это спасибо за вопрос большое. На самом деле это действительно большая проблема. Честно скажу, получается, здесь я построила вот эту возрастную ось. Ну, по модели, глубинно-возрастной, просто беря среднее значение, которое дает модель. То есть на самом деле, вообще для... Хотя сама мощность отложения не очень далека, 2 метра всего, но для таких разнообразных природных событий, конечно, так нужно больше. Я понимаю. Просто вы обилируетесь такими негативами, 40-60 лет, поэтому... Меня это тоже очень смущает, честно вам скажу. Это не очень хорошо. Еще один вопрос. Вот вы, наверное, выделяли то, что теперь приносить экозоны по диатомам и по скорпульсинутам. Насколько это у вас приносит? Я бы не сказала, что я бы прямо совсем выделяла экозоны. Я просто, ну, соотносилась с тем, с результатами полинологов. Ну, то есть я не беру на себя, честно говоря, смелость интерпретировать. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, пробовали вы изучать маркер органического вещества? Вот если говорить о нижнем горизонтах, такие высокие концентрации, но это либо сапропелли в мелководном водоеме, либо это при вносе реенной органики. И с продуктивностью водоема это, может быть, никак не связано. Да, спасибо за вопрос. У нас, конечно, такой немножко топорный метод определения содержания органического вещества, но иногда циригенный привнос можно маркировать с помощью магнитной восприимчивости. То есть если мы измеряем магнитную восприимчивость при низкой частоте и при высокой частоте, при вычислении что-то на зависимости мы можем поймать, например, ну, грубо говоря, какой-то эрозионный процесс, который принес, например, почвенные частицы, соответственно, с вторичной намагниченностью. У нас такое мнение. У меня вот два коротких вопроса. Вы рассказывали про гранометрические фракции и так далее. А отложения или породы чем, в принципе, представлены? Какие-то глины, оливролиты, оливриты, петчанинские глины? Я бы сказала, что вот это что-то такое оливритическое, а не рыхлое. Но определять это отложение вы должны, как мы находим. Вы имеете в виду... Название. Вы имеете в виду... Отложение. Да, 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 я поняла, что вы имеете в виду. У нас наш литолог, она провела эту работу, но я просто не представляю здесь результата, я боюсь вас соврать. Я пользовалась вот гранометрическими фракциями, рассчитанными по модели НИИ. А второй вопрос такой, а вы не допускаете каких-нибудь перерывов или размывок в ваших колониях? Никаких следов, нет? Потому что это вот дополнение может отчасти к вопросу Льва Владимировича, когда вообще полетит вся мандель. Это я понимаю, конечно. Ну, пока... Там же озеро, допустим, высохло, и все, накопления нет, а потом накопление вы не замечаете. Такого не может? Ну, может быть. Но здесь просто получается при таких высоких скоростях отсылок накопления этот ахиатус, мне кажется, достаточно сложно понимать. Ну, вы видели даты, они все очень близки. Вот если вы... Точность у вас есть ответ, не поймать. Ну, вот, да. Ну, хорошо. Надо больше дат. Ловить. Еще вопросы? Давайте два коротка. Давайте первое. Спасибо большое за доклад. Я хотела спросить. Ваш разрез находится, в общем-то, в береговой зоне будущего Балтийского ледникового озера, которое формировалось как половина Балтики после отступания ледника. Вот вы как-то пытались соотнести этапы развития вашего объекта с развития вот этого крупного бассейна? Спасибо. Пока нет, но это нужно сделать. Ну, то есть, я просто, насколько я понимаю, датома у фора, она вообще не бьется совсем. Ну, именно по тому, что есть по Балтийскому ледниковому озеру примерно этого же ловить. Вот. И, ну, мы надеемся, что просто когда весь разрез сделаем, то можно будет... Продолжение следует...